всем привет мы сегодня находимся в компании greenville на нашем мастер-классе который посвящен идеям букетов первого сентября посмотрим какой ассортимент упаковочного материала присутствует компании greenville большое разнообразие различной упаковки сейчас представлены как раз в начале сезона осеннего сезона и в том числе к первому сентября и давайте посмотрим что у нас есть наличие и на что я хотел на чем я хотел бы акцентировать ваше внимание и выбрать тот материал с которым мы сегодня хотел бы поработать итак у нас есть большой ассортимент различных упаковок в том числе вот начинаем с того что есть интересные цвета двусторонние пленки вот мы видим с вами такой приглушенный зеленый светлого оттенка и немножечко темного оттенка этот цвет довольно-таки классические традиционные поэтому мы его будем использовать наших букетов он прекрасно подходит ко всем практически ко всей цветовой гамме и довольно-таки нейтральный цвет вот еще один вариант когда мы другого оттенка зеленый берем и уже второй цвет у нас такой немножко персиковый бежевый следующий вариант упаковки это красный впереди у нас наступает осенний период когда много мы используем красных оттенков бордовых оттенков и красная упаковка прекрасно подойдет для тех букетов которые имеют сочные краски яркие цвета поэтому красный он всегда будет привлекать внимание к вашему букету к вашей работе кроме того в компании greenville можно найти большой тоже ассортимент пленки которая уже не двухсторонние односторонние ну вот она представлена разными цветами оранжевый персиковый желтый вполне подходят те цвета которые мы можем можем использовать в предстоящем осеннем сезоне и в случае букетов например 1 сентября вот еще один вариант очень интересной упаковки спокойный оттенок такой немножечко серо-серо-светло-коричневый в перемешку с персиковым цветом прекрасное сочетание двух оттенков и тоже такой универсальный вариант для того чтобы упаковывать ваши букеты движемся дальше и хочется отметить что для некоторых ваших работ и для того чтобы подчеркнуть характер букета сделать букет может быть еще более интенсивным интересным можно использовать более темные оттенки упаковочного материала это матовая бумага которая представлена в разных цветах в компании вы можете выбрать под любой стиль букета под любой цвет в том числе вот например синий оттенок он тоже сейчас на волне популярности и мы можем использовать в сочетании например на контрасте с каким-то бордовым либо красными цветами будет очень эффектно ну и еще хотел акцентировать ваше внимание на вот таком цвете упаковки такие бирюзовые оттенки с зеленым и таким бирюзовым цветом тоже можно использовать например на контрасте с оранжевым цветом будет очень эффектно ну или например вот цвет который называется свежая мята прекрасно подойдет для каких-нибудь букетов как когда где вы используете светлые цветы белые цветы может быть немножечко морская тема но тем не менее эти цвета сейчас тоже очень популярны и в компании гринвиль вы всегда можете их найти и сделать ваши букеты очень интересными итак следующий вариант упаковочного материала который тоже очень любят флористы это пленка но листовая пленка в отличие от рулона она имеет свои преимущества и также имеет два оттенка и в компании мы можем наблюдать большое разнообразие цвета и цветовых решений поэтому для наших букетов прекрасно подойдут вот такие классические приглушенные пастельные бежевая бежевый цвет с мятным цветом для более контрастных оттенков прекрасно подойдет желтый с голубым либо например интересное сочетание синий зеленым ну и те кто любит яркие букет и сочные яркие букет и прекрасно подойдут для упакования это бордовый с ярким желтым кроме того мы можем наблюдать тоже как и в случае с рулонной упаковкой такой приятный бежевый цвет с розовым оттенком тоже очень интересное сочетание ну и наоборот другой оттенок розового даже я бы сказал перламутрового с более темным розовым оттенком тоже идеальный вариант для того чтобы сделать букеты очень гармоничными и по цвету и эта упаковка станет прекрасным дополнением всех букетов в которых будет использована например либо классический набор цветового цветовой гаммы либо например какие-то интересные цвета и работа уже на контрасте пойдет вот еще один вариант который сделает букет очень эффектным ну и конечно отдельное внимание мне хотелось бы уделить лентам сейчас как и уже много времени свою позицию в качестве например вариантов использования лент лидирует атласная лента и в компании гринвиль всегда найдете большой ассортимент этого материала и для того для той упаковки которую я уже подобрал мне бы хотелось еще сделать такую подборку лент я первую очередь беру вот такие интересные синие оттенки разной насыщенности от светло-синего до темно-синего затем мне всегда нравится варианты такого розового с приглушенным пудровым цветом вот например тоже можно подобрать для наших букетов три варианта от более светлого более темному зеленый зеленая атласная лента она всегда тоже имеет место быть подходит для любых букетов это такой универсальный цвет который вы можете смело использовать для всех вариантов мы тоже можем например взять его в каком-то количестве ну например чуть более то потолще и чуть более потоньше есть если вы обратите внимание разной толщины ленты даже вот такие будут совсем тонкие которые можно очень удачно сочетать с более широкой лентой и комбинировать эти варианты в своих букетах далее мы переходим к другому цвету ну красный тоже прекрасно подойдет например если мы будем использовать упаковку например вот такую конь бордовую мы еще подчеркнем дополнительно красной лентой либо для своих букетов мы возьмем вот тоже такой персиковый тон в сочетании например с белым да уже такой тоже можно сказать классика но она всегда остается может быть на первом месте да поэтому тот набор необходимые ленты мы тоже набрали и давайте приступим уже букетом друзья прежде чем начать делать букеты хочу вас познакомить а точнее даже напомнить о тех материалов которые необходимы для флориста в первую очередь конечно же это инструменты и у вас есть уникальная возможность купить компании greenville новое поступление инструментов очень качественных инструментов от компании oasis это флористический нож хочется сказать что флорист без ножа работать не может поэтому профессиональный флорист всегда работает этим инструментом и он конечно же незаменим для того чтобы делать качественный и очень правильный срез в срезанных цветах поэтому флористический нож и компания oasis это тот самый незаменимый инструмент который в первую очередь понадобится флористу профессиональному флористу чтобы грамотно и правильно работать вторые инструменты мы можем приобрести в компании greenville это секаторы два вида секаторов присутствуют и рекомендую вам брать сразу два потому что действительно они очень качественные очень надежные и незаменимый помощник при срезке например каких-то кустарников вибернума и других стеблей которые имеют более толстые кору и так сказать основу да например розы вибернум салалы и так далее следующим инструменты которые тоже присутствуют в компании и вы можете их приобрести это различные ножницы которые вам пригодятся для того чтобы резать бумагу резать ткань резать пленку и вот пожалуйста для удобства у вас представлены три вида инструмента тоже кому как нравится может выбрать очень удобные в использовании ну и конечно же очень качественно надежные также как присутствуют круглогубцы тот инструмент который прекрасно подходит для того чтобы загибать проволоку а делать какие-нибудь интересные эксклюзивные вещи с проволокой например для оформления и декоративных элементов в свадебных букетах ну и конечно еще один инструмент это большой флористический нож-оазис для того чтобы без труда можно было разрезать кирпич с оазисом и сделать это правильно без лишних искать надавливаний и и труда вот поэтому все инструменты присутствуют в компании greenville пожалуйста приходите покупайте и пользуйтесь и наслаждайтесь и так наш мастер-класс сегодня посвящен идеям различных букетов к первому сентября и сегодня он продемонстрирует три букета один первый букет будет основным цветком в нем будет хризантема я взял для на свой выбор хризантему одиночную и хризантему кустовую сантине второй букет будет в основном из роз и будет тоже индивидуальные будет небольшой и третий букет будет сделан из гортензии хочу также обратить ваше внимание что в компании greenville вы найдете большой ассортимент различных хризантем в том числе и одиночных посмотрите какого интересного цвета сложного присутствует например цвет присутствует в этих хризантемах они немножечко у нас по своей структуре напоминают астры но тем не менее это хризантемы да к тому же есть отдельные сорта которые ближе к осенним цветам но и хочу хочется вам сказать что на 1 сентября не обязательно использовать только одни осенние букеты осенние цвета поэтому мой сегодня выбор упал на розовую гамму и поэтому я для разнообразия взял два вида хризантем одни одиночные одноголовые и вторые кустовые хризантемы сантиния кроме того присутствует в моем букете тому штуки 3 матиолы итак своем букете я использую к сочетании одноголовых хризантем крупных вместе с хризантемы сантиния Для того, чтобы был такой сразу же ощутимый контраст по размеру Крупная хризантема на фоне мелкого Потому что если у меня все будет мелкое То букет будет у меня немножечко такой скучноватый Поэтому для контраста я как раз, когда подбираю свой материал цветочный Я обязательно стараюсь думать над тем Где, в какой момент у меня будут контрастные контрасты И по цвету, например, и по материалу Поэтому, что касаемо материала, туда два вида хризантем Они объединены одним цветом, из одной цветовой гаммы Но разные по размеру Кроме того, я использую герберы Герберы тоже, если вы обратите внимание Они такого светлого розоватого оттенка В принципе, той же самой тональности, что и хризантемы Поэтому они прекрасно мне подходят Тоже работают на контрасте Потому что они имеют другую форму цветка Герберы уже более плоская Тоже круглая, например, как и хризантемы Но, тем не менее, по своей структуре она отличается от хризантем И имеет такую плоскую форму цветка Это мне помогает сделать букет еще более интересным И герберы тоже такой универсальный цветок Который прекрасно подходит И дает вот такие светлые пятна Которые мне необходимы для лучшего Для большего эффекта Для того же самого контраста Ну и, конечно, эустома Такой тоже универсальный цветок Он дополняет Дополняет букет Добавляет Разбавляет другие цветы И работает как дополнительные элементы Подчеркивая цвет И создавая Ну вот какой-то такой вот объем Потому что такие нежные цветы Как эустома Мы, например Я использую их более в верхней части В высокой Повыше, чем другие цветы Я могу чуть пониже поставить Например, крупную хризантему Но мелкую воздушную эустому Похожую на бабочки Я обязательно ее поставлю в верхней части Дополним еще одной герберкой Ну и Осталось поставить гипсофилу Я предлагаю Такой вариант гипсофилы Что Ну где-то Тоже сконцентрировать ее Например, по Кругу букета Не перемешивая С С С С другим материалом Вот так Таким воздушным облаком Дать ее С краю Из зелени я использую листья монстеры Для того, чтобы Они заполнили у меня пространство Во-первых, если вы обратите внимание на букет У меня очень много Тем не менее, различных мелких материалов Это и гипсофила, и мелкая хризантема Эустома И все довольно-таки неспокойное Поэтому для того, чтобы сделать букет Более Так сказать Более контрастным Более насыщенным Чтобы другие цветы Еще сильнее заиграли Поэтому я использую Простой Плоский лист Монстеры Чтобы Сделать такое Вот тоже немножечко Успокоить мелкие фактуры Да, поэтому Я здесь не использую Аспарагус Не использую фисташку Мне достаточно плоских листов И Обратите внимание, как я их поставил Я поставил их среди букета Не так, как плористы привычно Обычно Ставят с краю Я их поставил уже внутри букета Среди других цветов Чтобы как раз Они меня создавали Такое некое спокойствие Своей плоской фактуры Чистым Глянцевым блеском И Этого вполне Достаточно Они хорошо читаются В этом букете И прекрасно там Интегрированы Предзаключительным этапом Более точно сказать Завязка букета И традиционно Я использую Обычный Шнур Бечевку Которая можно Продается в рулонах Она здесь тоже В компании Гринвилль Вы можете приобрести ее Для меня этот самый простой И очень удобный материал Для завязывания Для технической завязки букета Следующим этапом Для того, чтобы доделать наш букет Мы будем использовать упаковочную бумагу Ту, которую выбрали В самом начале нашего мастер-класса И Я предлагаю остановиться Например На пленке Которая находится Уже в листовом варианте В двух цветах Это Персиково-розовый В сочетании С таким Мятно-зеленым цветом Мне кажется В данном случае Это будет Интересным И таким Эксклюзивным вариантом Упаковки Для вашего букета КОНЕЦИИ Итак Перед нами Лист Упаковочного материала Пленки Еще раз хочу Обратить ваше внимание Что она Имеет два цвета И Такой традиционный Классический способ Для меня Тогда Когда мы сворачиваем Эту упаковку Вот таким образом Чтобы По диагонали Так скажем Чтобы получилось Четыре Ровных треугольничка В данном случае Мы видим Цвет С двух сторон И розовый И Вот этот Светло-зеленый Благодаря небольшим Складкам Которые можно Сделать Уже Когда вы возьмете Лист в руки Вы В данном случае Делая небольшую сборку У вас получается Вот такой Для того чтобы прикрыть Стебли цветов Я использую уже Наоборот Перевернутые Треугольнички Заготовленных Отрезков Вот таким образом На начальном этапе Прежде чем Использовать Атласную ленту Я сделаю Небольшую фиксацию С помощью технического Материала С помощью Бечевки Мне нравится Когда в букете Присутствует Разнообразие В том числе И по цвету Поэтому для Эффектного Завершения Своего букета Я использую Атласные ленты Всех трех цветов Которые Вписываются В мою Основную Цветовую гамму Этого букета И эти ленты Будут просто На выпуск На свободное Ниспадание И прекрасно Дополнят И завершат Мой букет Ленту отрезаем Под углом Ниспадание Букет И Возьмем Букет И Дальше И Возьмем объемным ну и конечно упаковкой мы подчеркнули основной доминанта в цвете это светло-розовый оттенок который присутствует как в цветах так и в упаковочный материал здесь упаковка в данном случае дополняет наш букет делая его еще более интересным и закрывает все технические моменты которые но в общем то не обязательно показывает да это те стебли цветов связку и благодаря вот этой юбочкой который прикрывает стебли цветов букет становится как бы окончательно завершенным и технически правильным также хочется отметить что компания гринвель большое количество различного декора и вот например присутствуют на для вашего удобства уже нарезанные бабочки которые можно использовать в нашем букете делая его например еще более интересным да когда мы добавляем декор наш букет становится так сказать еще более наполненным насыщенным и я считаю что это прекрасные элементы которые вы можете добавить в ваш букет нисколько например не испортив его а сделать еще более значимым и интересным эти бабочки здесь уже смотрите присутствуют как раз в в интересном сочетании в очень сложных цветах которые подходят нам очень хорошо к этому букету здесь есть и розовые оттенки и светлые и даже темные бабочки будут работать на контрасте с другими светлыми элементами в букете поэтому предлагаю их добавить они сделают нашу работу еще более насыщенной бабочки имеет вот такую прищепку да вы можете их сразу же цеплять либо за лист либо за аккуратно за стебли за стебли например гипсофила а и и и и и и и и итак бабочки украсили нам наш букет большую часть я сконцентрировал их по краю среди гипсофилы как раз очень удачно расположение потому что гипсофила такая довольно таки мелкая и нужно какие-то плотные элементы которые наверное тоже немножечко успокоит этот неспокойный материал и поэтому бабочки здесь прекрасно себя чувствует можно даже может быть еще побольше их добавить вот но пока ограничиться таким количеством